Ключи от собственных квартир. Вот такой долгожданный подарок получили к своему совершеннолетию Анна Катикян и Кирилл Симин. Жилье молодым людям выделили в рамках реализации программы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С новосельем ребят поздравили министр инвестиций промышленности и науки Московской области Наталья Егорова и глава муниципалитета Алексей Спасский. Пусть этот дом будет теплым, пусть его дверь будет всегда открыта для ваших друзей, для близких. Создавайте семьи, развивайтесь, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Пусть у вас все всегда в жизни получается. Самое главное, что у вас есть дом. Выделенные квартиры однокомнатные, благоустроенные площадью 34 квадратных метра с хорошим ремонтом и сантехникой. Святая обязанность государства обеспечить для детей, оставшихся без попечения родителей, возможность для нормальной, самостоятельной, полноценной жизни. Возможность предоставить квартиры, благоустроенность в хорошем месте. Мы делали это и, конечно, будем продолжать делать. Юная обладательница собственной квартиры Анна Котикян очень рада тому, что теперь у нее есть свое жилье, потому что это дает определенную уверенность в завтрашнем дне. Я с детства мечтала учиться в медицинской сфере и помогать, быть полезным обществу. И дай бог, я сейчас учусь в колледже и хочу пойти в более высшую, в институт. До получения собственной квартиры Анна жила в семье родственников. Тетя Лусины Котикян призналась, что и в будущем будет продолжать помогать и поддерживать племянницу. Хочу сказать огромную, выразить огромную благодарность нашим органам опеки, администрации за ту поддержку. Это то, что сделало государство опека, это родительская поддержка в первую очередь, потому что это облегчили жизнь детям на 80%. Кирилл Симин учится на первом курсе по специальности реклама и связи с общественностью. Такой подарок для молодого человека стал приятной неожиданностью. Не ожидал, чтобы ты быстро думал, что ближе к следующему лету уже. Начальник управления опеки и попечительства Ленинского городского округа Светлана Гнедова подчеркнула, что лично контролировала строительство и ремонт квартир, предоставленных для детей, оставшихся без попечения родителей. Мы за наших детей очень рады и за Анну, и за Кирилла, потому что они у нас очень серьезные, обучаются, у них такие цели и задачи в жизни серьезные стоят. Я думаю, что вот эта отправная точка их взрослой жизни, вот это жилье. Выделение жилья социально незащищенным детям – это одна из ключевых задач администрации городского округа. В прошлом году новоселами стали пять человек, а в 2020-м получат свое жилье девять юных жителей округа.